Представляется армии сказать, что произошел резкий скачок именно ее оперативных возможностей, выполнения каких-либо там нестандартных шаблонных операций, новых концепций. Нет, это, скорее всего, будет далеко от истины. Как мясными волнами перли, так и будут переть, и таких эпизодов у них уже будет все больше, потому что они теряют свой главный козырь артиллерии. Давайте вспоминать, вот Солидар и Лисичанск, они же как бы артиллерии давили, да, давили артиллерии и наступали. А сейчас вот этого у них нету. Вот сейчас под Авдеевкой они вот хотят вот только разворачиваться и идти вперед, так и дронами, артиллерии, дронами, артиллерии. Вам нужно это масштабировать. Ну, как бы вот вы избегаете масштабировать позитивный опыт, который есть у вас в этой войне. Вот скажем, дроны на черном море. Это же позитивный опыт. Или, скажем, дроны на поле боя. Ну, вот почему не масштабируете? Почему? Ну, вы масштабируете, ну, вы знаете, вы берете комфортный режим. Как будто вот 10 лет времени, как бы. Да, мы за год сделаем 10 тысяч, я к примеру говорю. Как бы либо военных не слушают, либо у вас финансовых средств не хватает. Ну, нужно 100 тысяч. Не 10 тысяч, а 100 тысяч. И, как бы, в общество, как бы, дембрасывается дискусс. Так, украинцы, нам нужно, скажем, 20-10 миллиардов долларов. Кто деньгами, кто чем, кто... Что, вот, как бы, вот, как бы целостность вашей работы я не вижу. Комплексного, системной работы по увеличению ваших возможностей я не вижу. В отличие от вас, Россия пытается это делать. Что-то получается, что-то нет. Но они работают над этим. Агиль, ну и вопрос, который, может быть, покажет...